Здоровье Здоровье очень интересное, комплексное понятие. Здоровье у каждого человека воспринимается по-разному. В первую очередь здоровье – это хорошее самочувствие, если брать субъективные какие-то характеристики. Это хорошее самочувствие, это хороший внешний вид, это желание работать, это желание общаться, это желание двигаться, это желание смотреть мир, это расти в профессии, это давать знания людям. Ну, очень много позитивного. Поэтому здоровье вообще это важно, это бесценно. И его надо, конечно, уметь сохранять, уметь его поддерживать и уметь его приобретать. Основные принципы здоровья дети должны получать от родителей как можно раньше. Конечно, это правильное питание. Правильное питание – это не просто скучная такая аббревиатура. Это то, что вам сформирует отсутствие болезней, то, что вам даст стимул к росту и получению профессии. Это то, что даст вам настроение в жизни, даст позитивное отношение к людям. И много всего интересного, что вообще есть в жизни, хотелось бы познать. Конечно, есть каноны питания. Конечно, есть наука такая, нутрициология, которая разрабатывает общие принципы, на которых должно формироваться питание. Конечно, люди должны сначала знать, что такое белки, жиры, углеводы, что такое вообще питание и как оно влияет на здоровье. Что такое продукты и зачем мы едим те или иные продукты, и почему мы едим именно их. К сожалению, менталитет людей формируется в определенной среде. И привычки по питанию мы берем из семьи. Как нас в семье кормили с детства, к чему нас приучили, что нам объяснили, что вкусно, что невкусно, как на нас повлияли наши друзья и наши окружения. Все это обязательно сказывается на том, как мы себя чувствуем и на формировании нашего здоровья. И те, мы приобретаем риски формирования болезней, которые обусловлены нашим типом питания. Мы слишком агрессивны, мы недоверчивы. Мы подвергаем сомнению очень многие советы ведущих специалистов, ведущих мировых звезд в науке о питании и в программах wellness. Почему-то в России нация недоверчива. Возможно, этому есть объективные причины. Слишком много раз людей обманывали. Слишком много вещей агрессивно внедрялось в наш рынок, и в том числе в рынок продуктов питания, которые не были поняты людьми и недостаточно были им донесены, как правильное питание. Потому что с этим не работали специалисты. Потому что это подавалось как панацея от всего. Это не так. Питание всегда индивидуальное, и грамотность в этом отношении должна начинаться с семьи. Наши маленькие дети должны знать, что они получают с теми же котлетами. Чем отличаются белковые продукты от углеводистых? Почему нужно или не нужно есть жиры? Почему не нужно есть много сладкого? И это дело не только в кариесе, а это еще и в избыточной калорийности, и в том, что вы расшатываете функцию поджелудочной железы. И очень много интересных вопросов, которые мы должны поднимать к обсуждению, в том числе и в социальной сфере. И, конечно, направление wellness – это направление грамотных людей, которые должны понимать, что здоровье у каждого индивидуально, и мы очень легко его можем потерять только из-за того, что у нас нет образования в этом направлении. Мы не обсуждаем друг с другом все позиции wellness. Мы идем на стадион, но мы не понимаем, зачем это надо. Но после физических упражнений почему-то мы идем в какие-то непонятные учреждения общественного питания, где не совсем здоровая пища. Она имеет место быть, она должна быть, потому что на рынке это представлено, и весь мир имеет такие точки общественного питания, как бы быстрое питание. Но нужно поднимать риски свои. У нас могут быть скрытые болезни, у нас может быть склонность к избыточной массе тела, у нас в конце концов могут быть разные материальные возможности для того, чтобы создавать для себя правильный рацион питания. Поэтому направление wellness неотвратимо будет все-таки шагать по миру. И Арифлейм – это одна из фирм, которая очень серьезно к этому относится. Создавая продукты wellness, целую линейку wellness, то есть продуктов здорового питания или продуктов для здоровья, фирмы занимаются еще и образованием. И это самое, пожалуй, важное, потому что очень многие фирмы имеют линейку здоровых продуктов или продуктов для здоровья. Это и коктейли, это и различные каши, и напитки, это и витамины, и соки, и так далее. Но все-таки основное – это образование. Человек должен понимать, зачем он это делает, что это ему даст, какие риски для себя, для своего здоровья он сможет предотвратить. Понимание этих всех вещей повышает планку понимания wellness как направления. Почему за счет употребления натуральных продуктов мы не можем быстро, эффективно, и самое главное – долгосрочно снижать массу тела и удерживать этот результат? Первое – это, конечно, неграмотность населения, потому что количество порций, количество того белка, в котором мы нуждаемся и которые мы потребляем, очень сложно регулировать в домашних условиях. Человек должен пройти через стационар, чтобы увидеть и узнать, что такое порция, сколько нужно ему съесть того же мяса, того же творога, других продуктов, для того, чтобы обеспечить свой организм необходимыми веществами, но не получить лишнее количество ни белка, ни жира, ни углеводов. Особенно последние жиры и углеводы опасны для человека в плане прибавки массы тела. Не хватает нам всем белка. 20% населения России недополучают белок в той или иной мере только потому, что мы переедаем жиры и углеводы. Мы наедаемся жирными углеводистыми продуктами. Зачастую именно в этом виноват именно фастфуд. Зачастую виноваты те перекусы, которые обычно бывают сладости, различные печенья, сухари, то есть, опять же, жирные и углеводистые продукты. И мы недополучаем белка. Мы считаем, что невкусно есть отварное мясо или отварную курицу. Но это же полезно. Это может быть вкусным, если вы себя определенным образом настроите. Потому что диетологи – это не злобные люди, заставляющие есть у вас невкусную пищу. Диетологи просто советуют вам понять, что вываренная еда – это еда обезжиренная. Это еда, где все-таки остается меньшее количество жира, а белок сохраняется. И поэтому она менее опасна для человека. Но с помощью курицы, мяса, творога вы не сможете обеспечить себе поступление только белка. Эти продукты тянут за собой введение и жира. Вы же ведь знаете, что мясо содержит помимо белка еще и жировой компонент. И курица, и рыба, и творог, и даже яйца, хотя они больше белковый продукт, но тем не менее это комбинированный продукт. Чисто белковых продуктов нет. Поэтому мы и выступаем за то, чтобы вводить в питание белковые коктейли. Белковые коктейли, в частности, от Арифлейм, они составлены очень правильным образом. Там две составляющие части – это животный белок, и одна составляющая часть этого белка – это растительный белок. То есть это очень грамотная композиция по белку, которая обеспечивает человеку покрытие всех потребностей организма. Но при введении этого коктейля мы не вводим жир. Тем самым обеспечиваем именно утилизацию жира из собственных запасов, из подкожно-жировой клетчатки, и снижение массы тела именно за счет жирового компонента состава тела. Есть очень много заболеваний, или, по крайней мере, предвестников заболеваний, как мы говорим, предикторов заболеваний, или факторов риска, которые при недостаточности потребления белка могут привести к серьезным расстройствам метаболических процессов, ну, как мы говорим, болезням метаболизма. Именно из-за того, что не соблюдается правильное соотношение потребления белка, жира и углеводов, вот эта формула сбалансированного питания не выполняется. И от того, что вы недополучаете белок, может пострадать и иммунная система в первую очередь, это часто болеющие люди, это могут пострадать различные органы, в частности, гормональные системы, щитовидные железа, половые железы, страдает головной мозг, страдают еще другие серьезные системы, и введение белка показано и практически здоровым людям с профилактической целью. Мы должны стараться бороться за здоровье у здоровых людей, потому что питание – долгосрочно действующий фактор. И как вы питаетесь в детстве, в молодости, скажется через 15-20 лет, к сожалению. К сожалению, сразу учесть все риски от неправильного питания и недополучения тех или иных пищевых веществ очень сложно. И в этом-то, в общем-то, вся загвоздка. Мы не можем сразу увязать развитие заболевания с тем, что мы переедали или недоедали в раннем детстве. Сейчас диетология об этом уже говорит, даже диетология, в общем-то, переросла. Во внутрициологии мы уже говорим о том, что если вы даже недополучаете йод в детстве, то вы получаете через 20 лет заболевание щитовидной железы. Если вы недополучаете селен или хром, у вас будут нарушения углеводного обмена или разовьется бронхиальная астма. И мы будем искать причины в сиюминутной какой-то ситуации, в перегрузке, в стрессовой ситуации, в экологии и так далее. Я сегодня еще говорила о том, что влияние белка, влияние даже психологическое на наш хромосомный аппарат имеет значение. В какой среде мы растем, в какой среде растут наши дети, в какой среде мы работаем. Это все сказывается на нашем здоровье. Только, к сожалению, это отсроченное действие. Мы не можем сразу учесть последствия, поэтому я всех призываю полноценно питаться, использовать хорошие продукты, в том числе и продукты компании Арифлейм. Есть целая хорошая линейка здоровых продуктов питания. Принимать витамины круглогодично, а не циклично, только осенью и зимой. И лучше их принимать через рот, а не в виде уколов. Постоянно следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию, помогать своим детям вырасти здоровыми, помогать старикам своим жить дольше, потому что нужно в их рацион вводить белковые продукты, добавляя их в кашу, в супы, в пюре и так далее. И бороться за свое здоровье до конца. Это будет гарантией вашего долголетия, вашего активного долголетия. Как долго принимать продукты wellness? Всегда, всю жизнь, постоянно. Никакими курсами мы не питаемся. Никакие курсы не оправдывают отсутствие приема витаминов даже летом. Самый сезонный период, самая наполненность всех овощей и фруктов витаминами не обеспечит нас 100% витаминами. Мы все равно дефицитные, например, по аскорбиновой кислоте на 10-15%, даже в самый сезон. Поэтому все мировые и отечественные витаминологи говорят о том, что витамины надо принимать постоянно, так же, как и питаться полноценно, включая белковые продукты, постоянно. Мы же не едим курсами. Курсами пьют антибиотики, курсами проводят определенные лечения. Но еда, хотя это и фактор здоровья, это еще и лечебный фактор, профилактический фактор. И им надо пользоваться постоянно, каждодневно, но грамотно. Мое пожелание может быть только одно – быть здоровым, использовать продукты wellness именно для этого. Быть успешными, быть красивыми, быть позитивно настроенными. И обращаться к консультантам, получать грамотную консультацию, не бояться применять эти продукты. И в конечном счете встретить старость в активной форме, в позитивном настроении и прожить как можно больше. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok